МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 апреля 1945 года над Берлином взвелось Знамя Победы. Имена Егорова и Контарии, водрузивших красный флаг на крыше Рейхстага, знал каждый советский школьник. Однако этот решающий эпизод войны до сих пор вызывает множество споров. Кто на самом деле первым внес красный флаг внутри здания? Сколько знамен Победы существовало и какое из них подлинное? Как сложилась судьба настоящих героев штурма? Этот фотоснимок облетел весь мир. Красноармеец водружает Знамя над Рейхстагом. Его поддерживает товарищ. Внизу стоит еще один солдат с автоматом на готове. Эта фотография абсолютно замечательная. В ней такой образ Победы есть и такой художественный образ есть. Он на века, понимаете? Фотография, я считаю, гениальная. Это вообще одно из лучших произведений фотографий вообще за всю ее историю. Она про войну сказала все. Однако мало кто знает, что изначально знаменитая фотография выглядела немного иначе. На этом подлинном фотокадре, вот его негатив, заретушировали часы. Вот на этой руке у солдата. Позже пришла идея добавить чувство напряженности, грязовые облака, дымящийся город. Это единственная сохранившаяся фотография без ретуши. Но зачем вообще понадобилось что-то изменять? Почему автор снимка, журналист Евгений Халдей, сам выцарапывал иглой часы на руке солдата? Евгений Халдей не обратил на это внимание, что были две пары часов, а на той и на другой руке. Заметила эта редакция перед самым выпуском. Его вызвали на ковер и спросили, вы с ума сошли? Это же пропаганда мародерства. Однако трофейные часы – далеко не единственная тайна знаменитого снимка. Много лет подряд считалось, что изображены на фотографии два героя, которых знала тогда вся страна. Сержант Егоров и младший сержант Кантария, выдрузившие знамя победы над Рейхстагом. Но это не так. Это были солдаты из разведроты. Абдул-Хаким Исмаилов и Алексей Ковалев. Алексей Ковалев, он как раз держит само знамя. Оказывается, знаменитый снимок был с режиссерова. Это постановочная фотография, так же, как и все остальные фотографии, которые... Ну, не все, а большинство фотографий Великой Отечественной войны. Даже знамя на фотографии Халдея – совсем не то, которое позже вошло в историю. Это скатерти, которые были выпрошены Евгением Халдеем у завхоза в ТАСС. Сшитые они были его другом портным. И серп и молот, он вырезался собственноручно из белого материала. Предположительно, некоторые источники говорят, что это была простыня. Так появилась фотолегенда. В это трудно поверить, но по такой же схеме создавался и сам миф о водружении на Рейхстаг знамени победы. Сержанты Михаил Егоров и Мелитон Контария. Согласно официальной версии, именно они первыми поднялись на крышу Рейхстага. Но на самом деле знаменосцев было трое. Группу возглавлял младший лейтенант Алексей Берест. После войны Егорова и Контария участвовали как героев. А вот их командир оказался в тюрьме. Так почему же подвиг Береста до сих пор не получил признания? Много было несправедливости. Сталин дал приказ о том, чтобы первые 100 человек, которые ворвутся в Рейхстаг, они должны были получить звание Героя Советского Союза. Но на самом деле было совсем иначе. Непосредственными участниками, кто был в этих событиях, водружения знамени победы над Рейхстагом, оказались в стороне. Дочь Алексея Береста, Ирина Берест, уже много лет отстаивает доброе имя своего отца. Когда я расспрашивала его об этих событиях, он говорил, дочка, ты не верь тому, что смерть не страшна. Но в тот момент я не чувствовал, потому что я чувствовал, что за мной Россия. Конец апреля 1945 года. Войска 3-й ударной армии ведут бои в самом центре Берлина. Главная задача – взять Рейхстаг. Таков приказ Сталина. Существует и еще одно негласное распоряжение – приурочить успешный штурм к празднованию 1 мая. Красный флаг над Рейхстагом должен стать подарком верховному главнокомандующему. По образцу государственного флага были изготовлены 9 штук. Почему 9 знамен? По количеству стрелковых дивизий, которые ходили в состав 3-й ударной армии. Начинается ажиотаж среди всех военнослужащих, находившихся в захваченном, но не поверженном Берлине. Мечта каждого – установить красное знамя на крыше Рейхстага. Тот, кто сделает это первым, получит звезду героя. Так говорится в директиве военного совета 3-й ударной армии, распространенной среди бойцов. То, что речь идет только об официальном знамени, никто не подозревает. Полотнище делают из всего, что окажется под рукой. В ход идут даже немецкие красные матрасы и наволочки. Первая группа Макова водрузила победный стяг под скульптуру богини Победы на крыше Рейхстага. Величественная скульптура такая – 22 часа 40 минут. В это же время с другой стороны здания водружает свой флаг группа лейтенанта Сорокина. Вот кадр из фильма «Романа Кармана. Неизвестная война. Битва за Берлин». Рядом с красным знаменем – рядовой Григорий Булатов. Именно он установил стяг от имени сорокинских разведчиков. Множество добровольцев гибнет ради того, чтобы укрепить на здании Рейхстага красный флаг. При этом каждый считает, что знамя Победы водрузил именно он. Все это время знамя под номером 5 находилось в штабе 150-й стрелковой дивизии, расположенной в доме Гиммлера. Пока шли кровопролитные бои за Рейхстаг, никому и в голову не приходило, что самодельные красные флаги, водруженные разведчиками, окажутся политической ошибкой. О том, что над Рейхстагом развивается идеологически неправильное знамя, армейское начальство узнает вечером 30 апреля. Комбату 756-го стрелкового полка Неустроеву объявляют. У него есть час, чтобы исправить этот грубейший просчет. В период небольшого затища появился командир полка Зинченко. И посмотрел, а где же наше знамя номер 5? А этот Неустроев, да он их полно знамён. Да я номер 5, Дед Паш, а его не было с нами. Действительно ли Егоров и Контария были знаменосцами в батальоне Неустроева или их срочно назначили на эту должность, неясно до сих пор. Исследователи считают, их выбрали не случайно. Учитывали не только статус и характеристику, но даже национальную принадлежность. Решение сугулополитическое. Значит, один русский, другой грузин. Это уже, как говорится, реверанс в сторону Сталина. С другой стороны, это неплохой, так сказать, символ интернационализма, который царил в те годы. Приказ, полученный Егоровым и Контарией, предельно конкретен. Внести знамя номер 5 в здание Рейхстага и водрузить на крыше. Однако с первого раза сделать это не получается. Вот здесь и Егоров, и Контария вынуждены были, помимо своей совести, изображать, что они с боем пробирались, поднимались и так далее. Но на самом деле запыхались, прибежали. Они пошли, пошли и возвращаются. Не нашли люка выхода, нет этого самого фонарика и так далее. И тогда, комбат не устроив, вызывает своего замполита Алексея Береста и отправляет его вместе с Егоровым и Контарией. Командир батальона, кто подручный-то? Замполит, конечно. Лешка, давай. Лешка Берест, здоровый мужчина. Как говорится, коса, шажень в плечах хлопцам, говорит, пошли. Ну и на крышу Рейхстага. О том, что вместе с Егоровым и Контарией на крыше Рейхстага был кто-то третий, в советских учебниках истории не сказано ни слова. А ведь именно Алексей Берест, замполит батальона, организовал водружение официального знамени Победы на крышу Рейхстага. Пролеты лестниц были разбиты, сам купол был стеклянный, а Егоров и Контария были небольшого роста. И только спасла могучая фигура отца, потому что становились на его спину, это была лестница. И потом отцу пришлось закрепить знамя солдатскими ремнями, для того, чтобы он, когда это все было сделано, он сказал, теперь это знамя никто не собьет. После штурма в районе Рейхстага оставалось более двух тысяч немецких солдат. В ночь на 1 мая они запросили переговоры. Вышел комендант Рейхстага от генерала Вейдлинга, поднялся полковник СС с белым флагом. Потребовал, мы хотим, говорит, сложить оружие, но требуем уровень минимума генерала или полковника, штаба армии. Не устроив командир батальона, он приказал своему замполиту, значит так, переодевайся в полковничью одежду, и ты будешь как полковник выступать на переговорах с генералом Вейдлингом. Переговоры длились почти 2 часа 40 минут. И когда обратно уже возвращались наши парламентеры, то громадную фигуру отца выпущена была целая очередь, фуражка была пробита в нескольких местах. Но война хранила его, отец остался жив. Почему же замполит, который смог провести сложнейшие переговоры, человек, организовавший водружение Знамени Победы, остался без наград? Якобы фамилию Береста из наградного списка вычеркнул сам маршал Жуков. Жуков здесь виноват. Жуков, видно, дал команду и так далее. Но я опять-таки не поддерживаю это. Не хочу я Жуков в этом. Все-таки здесь политработники. Они здесь замешаны. Автор книги о Бересте Юрий Галкин убежден. Берест пошел на конфликт с теми, кто слишком многое решал в советской армии. И именно в этом стоит искать причины его опалы. Он не дал трофейным командам бесчинствовать в побежденном Рестаге и доме Гиммлера, где было накуплено огромное количество драгоценных картин, кобеленов, мебели и прочего. Он встал как замполит батальона на пути особистов НКВД СССР. Боевые друзья Береста не раз писали в Министерство обороны. Суть обращений всегда была одна и та же – вручить лейтенанту звезду героя. Сам Берест не скрывал своего участия в одружении знамени Победы. Возможно, его нежелание молчать и стало причиной драматических событий в послевоенной судьбе замполита. В 1948 году он закончил службу, а в 1953 – осужден. Дело было сфабриковано. То есть была, видимо, дана такая команда сверху этому следователю. Потом уже спустя много лет я встречалась с ним. И он сказал, что… Мне сказали, если ты хочешь работать, то Берест должен сидеть. На суде 20 свидетелей сказали, что он ни в чем не виноват. Тем не менее, его судили и дали сразу 10 лет. Спустя 2,5 года Береста освободили. По ходатайству комдива 756-го полка генерала Шатилова. Несмотря на тяжелый удар, он смог вернуться к нормальной жизни. Устроился на работу. Сначала в сталелитейный цех завода «Ростельмаш», потом на кондитерскую фабрику. Однажды, возвращаясь в партсобрание, Берест стал свидетелем чрезвычайного происшествия. Балом все народы. И девочка от матери отошла и бегом побежала к лельсам. Он в стороне был. И в это время в поезд подходил. Он бросился под поезд. Отец рванулся и успел схватить девочку за руку и выбросил ее на перрон. Разворачиваясь, он зацепился морским клешем за состав поезда, воздушной волной его подняло, и отец упал на перрон. Он спас от гибели ребенка, но сам так и не справился с кровопотерей. Алексей Берест скончался в больнице в ночь на 4 ноября 1970 года. Несколько месяцев не дожил до 50-летия. Так и не дождался ни наград, ни почестей. Сумев преодолеть все тяготы войны, в мирной жизни погиб как герой. Победа в войне была одна на всех. И знамя победы тоже одно. А вот героев, как видим, много. Неужели младший лейтенант Алексей Берест не удостоен звания Героя Советского Союза только из-за того, что он политработник? А рядового Григория Булатова не наградили лишь потому, что он водрузил над Рейхстагом обычный красный флаг, а не знамя своей дивизии. Если это так, то это чудовищная несправедливость, с которой мы живем уже 68 лет.